Здравствуйте! Хочу вам подарить чуточку предновогоднего настроения. Я сегодня делала, вернее, украшала обычные шарики. Чем я их украшала? Я украшала, конечно, при помощи салфеток. Вот у меня такая красивая новогодняя салфетка с Дедом Морозом. Очень красивая салфеточка. Значит, я с одной стороны вот этот шарик уже украсила, а теперь с вами буду украшать со второй стороны. Вот именно вот этой салфеточкой. И здесь у меня петушки. Салфеточка обычная, но на ней есть петушки. Все-таки год петуха, да еще, видите, красный, все как положено. Здесь два петушка, я их вырезала и нанесла, приклеила, можно сказать, на этот шар. Как я это все делаю, я сейчас покажу. Итак, шарик должен быть чистый, сухой. Обезжиривала я ацетоном, блеск не теряется, все нормально. Затем я беру салфеточку, салфеточка у меня трехслойная, и буду вырезать Деда Мороза. С этой стороны я наклеила вот детей, где детки смотрят в окошечко, да, там Дедушка Мороз читает их письма. Вот здесь я буду вырезать сейчас по кругу Деда Мороза. Значит, если вы не умеете вырезать кружочек, значит, можно взять циркуль. Или за что, или взять любой стакан, вот, и по стакану такой кружочек нарисовать и вырезать. То, что я и сделала. Вот я вырезала Дедушку Мороза кружочек. Салфетка трехслойная, поэтому я снимаю только верхний слой. Вот эти два откладываю в сторону, они мне не нужны. Только забираю верхний слой. Теперь вот мой шарик. Я буду думать, где мне, значит, с этой стороны я наклеила, да. Значит, где-то вот с этой стороны я прикладываю вот так вот пониже, да. Вот, и здесь сейчас буду эту, эту салфеточку приклеивать. Значит, я беру ушную палочку. Почему? Потому что она более нежная. Значит, где-то вот здесь, да, будет Дедушка, да. И, начиная от середины, это что я делаю? Я вам сейчас скажу, это клей ПВА. Обычный клей ПВА. Значит, именно приклеиваю, ну, типа, как техника декупажа, да. Вот так вот у меня. От центра по краям. Кисточку я не беру, потому что боюсь, чтобы не порвать эту салфеточку, такое нежное движение. Клей ПВА можно развести один к одному. Вот, а я даже не разводила, кстати. Значит, можно и не разводить. Ну, работа такая кропотливенькая, но в то же время очень быстрая и результат хороший. Я вам скажу, что такие шарики вот эти, они стоят очень дешево. А уже с маленьким рисуночком дорого, и даже есть очень-очень дорого. Тут, ну, приятная работа, и мне нравится, и детям нравится. Такой шарик можно сделать. Да, ну, я вообще люблю так называемое творчество, да. И такой шарик можно и подарить, да. Можно подарить, можно себе оставить. Вот это я все сейчас вытру. И, конечно, что теперь нужно сделать? Высушить, чтобы это все было сухое, высохло. Можно при помощи шена, можно я кладу на радиатор. Так очень быстро высыхает. Вот у меня такая есть корзинка. Я вам сейчас ее покажу. Кстати, эту корзинку я тоже сделала своими руками. Видите, вот в эту корзинку я кладу, шарик ставлю на радиатор, и он высохнет в течение, я знаю, ну, как высохнет, будем дальше что-то делать. Как только все это будет сухое, у меня есть обычный паркетный водорастворимый лак. Я беру кисточку такую мягенькую и все покрываю этим лаком. Так, когда я покрою, я даю ее опять высохнуть. И вот таких, сука, раз я покрывала, надо с этой стороны. С этой стороны, наверное, раза четыре я покрывала. Вот. Получается очень даже хорошо. Держится прекрасно. И шарик будет... Ну, мне нравится. Чем интереснее рисунок, тем интереснее будет, конечно, шарик. Так, сейчас мы здесь накроем. Накроем тоже. Так вот. Итак, еще один шарик я украсила. Видите, я выставила на стол баночки к Новому году и сделала такой декор, да, задекорировала баночки. Потом я сделала такой подарочный мешочек. И, как видите, у меня новая ваза. Это тоже из ткани. Кому интересно, я всех приглашаю на свои последующие видео. В каждом видео я расскажу, как я это все делала. Легко, просто и довольно быстро. Всего вам доброго. До свидания.